Детектор Джистова 24 декабря 1986 года Место рождения – село Майтоби Алматинской области Образование – Казахский национальный университет – Востоковедение Российский университет дружбы народов – Юриспруденция Евразийский национальный университет – Политология Послужной список Преподаватель кафедры регионоведения и международных отношений университета Туран Руководитель комитета молодежных организаций Казахского национального университета Эксперт Департамента молодежной политики Министерства образования и науки Республики Казахстан Председатель единой детско-юношеской организации ЖАСУЛА Семейное положение – не замужем Ваше настоящее имя – Назира? Да У вас есть какие-нибудь внешние обстоятельства, которые беспокоят вас больше, чем тестирование? Да Вы волнуетесь, что я задам вам такие вопросы, на которые бы вы не хотели отвечать? Да В своей взрослой жизни вы совершали поступки, за которых вам стыдно до сих пор? Да В вашей жизни имеется хотя бы один факт, который вы скрываете от всех? Да В своей жизни вы хотя бы раз чувствовали себя ненужной? Нет Вы согласны, что сегодня дети обделены вниманием родителей? Да Сегодня в Казахстане есть проблема воспитания молодежи? Есть Да Есть проблема, где-то упущение было вообще в сознании людей, потому что сейчас молодежь – это дети тех людей, которые в 90-е годы занимались, не знаю, зарабатыванием средств вообще на пропитание, на проживание. Поэтому, возможно, они когда-то могли упустить воспитание своих детей, что-то не додать. Чтобы этих проблем в будущем не было, надо начинать сейчас именно с детей, и надо больше внимания обращать детям. На ваш взгляд, государственные органы достаточно поддерживать детские организации? Да Ну, поддержки всегда бывает недостаточно, но так как Министерство образования является… Министерство образования является полномоченным органом, поэтому большая поддержка от Министерства образования. А у них денег хватает? Сегодня есть государственное социально-заказное развитие детско-юношеских организаций, поэтому, думаю, порядка. Помимо этого, есть и другие госорганы, которые заинтересованы. Хорошо. Министерство образования, а кто еще заинтересован? Можете перечислить, вот, Министерство ведомства, которое заинтересовано? Министерство образования, Министерство культуры, так как это идеологическая работа, это воспитание целого поколения. Но Министерство культуры помогает Кулмухамед деньгами? Нет, ну, к сожалению, мы, как бы, финансирование от других министерств и ведомств не получали. Организация Жасулана охватывает все регионы страны? Да. Да, на сегодня во всех 16 регионах страны созданы филиалы, представительства, далее это спускается на районном, на сельском уровне. Хотелось бы понять статус ваш. Вы вообще кто? Что за организация? К чему больше? Ну, организация не полувоенная и даже не военная, потому что многие путают нас с кадетской школой Жасулан Минобороны, но у нас организация общественная, не коммерческая, не партийная, не политическая, общественная организация детей, где дети вступают добровольно, у нас нет никаких обязательств, нет никаких членских взносов. Ну, понятно, чего с детей брать-то, да? Ну, конечно, в отличие от, допустим, бывших комсомолов или еще как-то. Ну, хорошо, а что вот вы делаете, чем конкретно занимаетесь? Вот пришел, там, не знаю, сыной к вам, что вы с ним будете делать? Каждый ребенок, он приходит со своими идеями. Некоторые бывают, что, допустим, хотят что-то изменить в себе, развить какие-то качества. Ну, у нас вот такой недавно был момент, такой случай, что дети рэперы, они хотят, ну, организовать какой-то, ну, конкурс рэперов. Но, к сожалению, у нас не всегда бывает, скорее всего, это, наверное, больше традиционный, консервативный, как бы, менталитет, то, что, как бы, рэперы, это значит что-то не то, да? Не всегда поддерживают и в школах, не всегда поддерживают, как бы, взрослые поколения. То есть у нас мероприятия бывают различного характера, начиная от спортивных, интеллектуальных, познавательных. То есть всегда есть какая-то ниша, где ребенок может себя проявить. Ну, вот министр Жумагулов говорил, что он больше танго любит, а Харлем Шейк не любит, например. Как вот с этим уживаетесь, да? То есть надо же объяснить Министерству образования, что это дети, что у них уровень такой, они вот любят рэп, допустим. Да, конечно, порой бывает, что взрослое поколение не совсем понимает и иногда ставит какие-то рамки, да, свои идеалы. Может быть, бывает, что это навязывают. Да, вот вы можете как-то, не знаю, по пальцам перечислить три основных качества современных детей, да? Хотя бы тех, которые вот у вас в организации числятся, Жасуланцев, да? Креативность, то есть всегда стремление к чему-то новому, к открытию нового. А также в детях есть, можно назвать это честность, потому что они не знают, что такое предавать, не знают, что такое, ну, обижать. Они говорят то, что у них на уме. И третье – креативность, искренность. Наверное, это… Сейчас подумаю, что еще. Ну, хорошо, давайте я по-другому спрошу. Вас вот не пугает, а сейчас очень много психологов детских, там, педагогов, говорят о том, что вот дети уходят в интернет, да, туда. Вот есть такая проблема? Вы ее увидели? Есть такая проблема. Это все в свободном доступе, и дети могут, ну, не знаю, мы не контролируем эту информацию. Но с этим бороться не стоит, надо, наоборот, вот на этом, этим же методом детей как-то воздействовать на них. Но они сейчас живут все там, в планшетниках, там где-то, дети. Как вам удается их оттуда вынуть? Этим же способом. Для детей надо вообще дать поиграть. Игра – это очень, ну, это самый, наверное, отличный и проверенный способ. Если с помощью игры мы сможем детей заинтересовать, даже элементарно, какие-то, может быть, и демократию. Поиграть в демократию с детьми? Скажем так, да, это можно. Ну, то есть в детстве с ними поиграли в демократию, чтобы они выросли и знали, что с ними и взрослыми будут играть дальше в демократию? Понимаете, в игре всегда есть правило. И игру не кто-то играет, а дети сами играют. Поэтому и в взрослой жизни, ну, как сказать, жизнь – это игра. И во взрослой жизни дети уже знают, какие есть правила и как играть. Ну, а вообще сценарий весь игры, это как бы он… нельзя его предсказать. Так же и во взрослой жизни нельзя предсказать. Это все зависит от вообще конкретно игрока. Ну, вот вы очень часто с детьми общаетесь. Вот что вас удивляет больше всего в детях? Есть у вас какие-то вот такие аспекты, которые вот прям вас, как человека уже взрослого, по сравнению с детьми, да, очень сильно так задели, скажем так, затронули? В детях меня всегда удивляет их, может быть, бесстрашие. Потому что, будучи взрослым, ты уже опасаешься много чего. Ну, боишься брать ответственность. Иногда порой бывает за семью, за детей или еще как бы в целом. Уже, наверное, смотришь на некоторые вещи другими глазами, более разумно. А дети, конечно, в силу их возраста, они много чего не то, что не понимают, а как бы не встречались с этим. Поэтому мы создали свою социальную сеть, потому что… Детскую социальную сеть? Как называется? Жасулан Кизет, это как бы является и нашим сайтом, и социальной сетью. Подписчиков много у вас? Мы работу только начали, сейчас только две тысячи, и то как бы сайт еще, ну, сеть еще на обработке, разработке дополнительной. То есть это так, как взрослая социальная сеть, то есть можно переписываться, там, в личку писать что-то, да? Да, так же, как и ВКонтакте, в Мейл.ру или в Фейсбуке, потому что детей оторвать оттуда мы не можем, и контролировать ту информацию также мы не можем, дети могут много чего там узнать. И вы решили через соцсети с ними диалог вести? Да, через соцсеть с ними диалог вести, плюсы в том, что те люди, которые там регистрируются, это абсолютно как бы достоверные, скажем так, да, то есть виртуальные, ну, реальные люди. А второе плюс то, что они могут всегда быть в курсе всех событий, то есть нашей организации, всех конкурсов, проектов, поэтому даже когда мы делали дизайн, мы консультировались вообще с психологами, выбирали цвета, давали на голосование детям, они голосовали, какой дизайн им больше нравится. То есть это, наверное, скорее тот результат, который вышел и нравится, надеюсь, детям. Вот 2000 подписчиков, возраст от и до скольки, можете сказать? Это школьная аудитория целевая, как бы только дети там подписались. Ну, опять-таки, мы сейчас еще нигде презентацию сайта в сети не делали, как бы еще нигде не афишировали, поэтому я надеюсь, после официальной презентации нашей сети подписчиков и вообще желающих будет очень много. Ну, то есть пока одни думают, как бы оттуда детей вывезти, вы там решили с ними разговаривать, там, на их языке. Да, там же на их языке. Они называют им сейчас, да? Да. Они вас понимают на вашем языке? Конечно. Был такой случай, когда они спрашивали, на самом ли деле это вы зарегистрированы, то есть это как бы вы и есть или кто-нибудь под вашим именем. Бывает, что они обращаются разными проблемами, у кого-то там семейная жизнь, у кого-то там в школе поругался с учителем, ничего-то не получилось. Бывает, что дети пишут даже о первой любви, бывает, ну, разные как бы бывают, поэтому стараешься всегда отвечать детям, а когда ребенок чувствует, что его вопрос не остался как бы открытым или когда знают, что есть обратная связь, они больше доверяют, они всегда советуются, спрашивают. И очень рада, что хотя бы так виртуально можешь помочь кому-то. Ну, вот модераторы, допустим, есть же у вас там модераторы, которые выпускают все это, да? Они вот, не бывает такого, что там, если очень поздно говорят, так, выключай компьютер, там, ложись спать, там, до таких нюансов не доходит? Нет, такого нет, потому что виртуальная жизнь ее нельзя контролировать, она доступна 24 часа в сутки. Это правда, что в Жасулан принимают только избранных? Да. И вообще, что в вашем понимании слова «избранных»? Избранных или «избранных» — это самых лучших? Что имеете? В моем понимании избранных, да, в Жасулан принимают не всех. И избранные — это именно те дети, которые изъявили желание, которые хотят что-то изменить, хотят проявить себя. Поэтому дети, которые вступают, именно дети, у которых есть желание, у которых есть свой взгляд, есть стремление. Вот избранные — это те ли дети. То есть мы не делим детей на какие-то социальные, в общем, на социальное положение или как бы на статус, мы не делим детей. То есть для нас все дети одинаковые. Ну, то есть не каждого возьмете туда, вы говорите, да? Да, не каждого вступает. А как отсев идет, да? Вступает ребенок, у которого есть желание первое, это необязательно, это самое главное — добровольность. У нас прием три раза в год. Мы считаем, что это именно те даты самые значимые для страны. 1 мая — День единства народа, 6 июля — День рождения организации и 16 декабря — День независимости. То есть не каждого возьмете, да? Да. А вот сколько человек на место? У нас нет конкретно определенных, допустим, квоты. Мы никогда не делаем квоту, допустим. Есть желающие. Пришло в последний раз. Сколько приняли из них? Да, это может быть все 100 человек. То есть мы их не делим. А если какой-то разгильдяй, двоечник, разбойник маленький, возьмете? Именно в этом вопросе у нас позиция такая, что в школах есть такие якобы хулиганы, может быть, или неформальные лидеры, атаманы, скажем, да? Школа, которая там как бы держит школу. Мы принимаем этих детей, то есть мы не отстраняем их или как бы с презрением к ним не относимся. Наоборот, лучше пусть мы его привлечем к себе и будем как бы на правильный путь как-то направлять. Может быть, на самом деле он хороший ребенок, он не делает ничего такого преступного или плохого. Лучше он будет у нас, чем где-то завтра, где-то там на углу или в каких-то темных кругах. Вступление в ряды Расулана для школьников обязательно? Нет. Это правда, что Расулан охватывает более 30% школьников страны? Да. Да, на сегодня около миллиона членов Расулан уже приняты по всему Казахстану в разных регионах. Это правда, что форма для Расулановцев обязательна? Нет. А членство что подтверждает? Корочки есть, галстуки, ремешки? Что вот? На данный момент у нас, принимая в члены, надевают значок Жасулана и галстук. Сегодня мы проводим ребрейнинг организации и как бы думаем, разрабатываем новую атрибутику. Это будут уже степени значков, потому что для детей это очень важно. Какой-то личность, карьерный рост для детей это важно, поэтому мы разработали такие степени. Также вообще по форме Жасулана. На сегодня такой определенной, окончательно утвержденной формы нет, но мы думаем, что для детей придумать именно, чтобы это может быть было в форме жилетки, что можно было одеть в разные ситуации и на учебу, и в такие спортивные, неофициальные мероприятия, чтобы была единая какая-то форма Жасулана. Но единая форма Жасулана, она не обязательно в учебном процессе. Ну да, понятно. То есть это тоже по желанию ребят. То есть значки будут в степени, галстуки, цвет будут меняться? Да, может быть будут жакеты и головной убор, может быть. А какой, бандана или бейсболка? Ну сейчас тоже думаем, будет или банданка, может быть, чтобы она была универсальной, чтобы ее можно раз как бы снять, и как галстук может развязать. Ну чтобы это было для детей более мобильным. Опять же для мальчиков и для девочек. Да, также для девочек и для мальчиков, но чтобы это было практичным и мобильным, чтобы дети могли, ну вы же знаете, что дети могут… Ну главное модным еще, это же дети. Да, могут упасть, не знаю, испачкаться, еще что-то, чтобы это было именно мобильным для детей. Расуланасы действительно создают отряды волонтеров? Да. Скажем так, это может быть аналогией тимуровцев, но где-то методы, может быть, идей уже более, ну, как бы, на сегодняшний день. Тимуровцы безвозмездно помогали людям старшего поколения. Да, ну, так же. Да, в вашем случае тоже старшему помогают. Тоже и старшему, и своему сверстнику, то есть основная идея в том, что внимательно относиться к ближнему, то есть чувство ответственности и, наверное, сопереживание должно быть у каждого. И это не зависит от того, что в какой-то момент или там по праздникам ходить и помогать старшим, это все в комплексе. Вы считаете, программа Расулана способствует патриотическому воспитанию школьников? Да. Да, основная идея Жасулана именно состоит в том, чтобы содействовать формированию нового поколения детей. Именно любящих родину, традиционные ценности, историю. Патриотов растите? Растите именно таких патриотов. Получается у вас? Мы стараемся. Результат можно увидеть, может быть, через несколько лет, через десятилетие. Когда детки подрастут? Да. Поэтому сказать, что вот сейчас мы над этим работаем и вот уже результат, очень рано об этом говорить. А если они вырастут, результата не будет? Ну, вдруг. Результат обязательно будет. Это правда, что Жасулановцев готовят к вступлению в Нуратан? Нет. Нет, не правда, потому что Жасулан — это не политическая организация и не партийная. Она не является молодежным или младшим крылом ни одной партии. Никаким образом не связана вообще? Да, никаким образом не связана ни с идеей никакой партии. Единственное, что глава государства сказал о создании такой детско-юношеской организации Жасулана и вообще нового детского движения на 11-м съезде демократической партии Нуратан. А так как бы Жасулан... Стержень хорошая, то они всегда будут на правильном пути. Вы верите в то, что Ваша организация достигнет масштабов пионерии? Да. Верю и уверена, что так и будет. Оно так и должно быть. Потому что единая организация все-таки должна быть. Поэтому Жасулан может и вообще должен быть больше даже масштабов пионерии. Вы, наверное, не были пионерами. Да, я не была пионером. Не о чем наставнировать. Да, думать и... Наверное, как слышали, видели и читали. Да, я наслышана. И всегда уже, будучи в организации, я очень много искала материалов, разговаривала, встречалась с бывшими пионерами, комсомолами. Потому что очень важен опыт прошлого. Мы смотрели все... Все-таки от него отталкиваетесь, да? От пионерии. Да. И поэтому мы сейчас стараемся лучшие опыты брать из пионерской организации, из со скаутов и других зарубежных организаций. Внедрять их, наверное, на современный лад. То есть можно сказать смело, что Жасулановцы – это современные пионеры? Современные Жасулановцы независимы от Казахстана. Если раньше в пионерии акцент был на масштаб, а сейчас у нас, скорее всего, носит индивидуальный характер. То есть мы стараемся развить именно личные качества каждого ребенка. Я там читал, патриотизм, благородство, такие-то... Да, именно духовные, моральные ценности. Именно чтобы дети росли у нас уже с малых лет, впитать в них вот эти традиционные моральные качества. Ну, это вот пионеры со временем. Ну, аналогии для взрослых – это очень важно, да? Они не всегда понимают, поэтому мы как бы проводим такую параллель. Вот вы знали ли о пионерской организации? В Жасулан хотите вступить? Нет. А в пионерию? А, да, конечно. Ну, как бы так, да. Объясняю, что это как бы аналог, наверное, того прошлого, чтобы им легче было доступно понять это все. Ну, поэтому вас и пригласили, честно говоря, чтобы понять тоже самим здесь вот в студии всем, что такое Жасулан на самом деле. Да, потому что пишут и говорят об этом много, а на самом деле, чтобы вот понять детали, что это такое, да? Вы верите, что Жасулан будет работать в десятилетии? Да. То есть на перспективу вообще вся эта инициатива была? Идея Жасулана, она должна быть именно на долгие сроки, не на 10 лет, а может быть на несколько десятилетий, а может быть и на столетие. Думаете замахнуться на столетие все-таки? Ну, возможно. И если мы сейчас будем правильно работать, правильно направлять, то завтра уже у нас с той же самой молодежью не будет каких-то проблем. Для членов Жасулана существуют ли готы для поезда к летним лагерям? Да. С прошлого года есть в Республиканском учебно-оздоровительном центре Балдаурен при Министерстве образования и науки есть смена, которая называется сменой Жасулан. Ежегодно около 300 детей приезжают в этот лагерь. Какие-то льготные путевки, как они туда попадают? То есть есть квота на каждую область. Нет такого, что это дети Акимов, каких-то крупных чиновников? Мы опять-таки не делим детей на детей высших чиновников, на детей обычных. Ну, не по блату в лагерь, я вот это хотел у вас спросить. Конечно, то есть самые важные требования, у нас есть положение, где требование обязательно должно быть, активность, и оно в чем-то должно быть проявляться и подтверждаться. День рождения Жасулана 6 июля намеренно выпадает на День столицы? Да. Да, в 2011 году молодежные организации, лидеры республиканских молодежных движений, именно приурочили к этой дате, это было, скажем так, подарком, наверное, ко Дню столицы. Что создалось в детско-юношеской движении. Да, детско-юношеской движении, и дети, и мы гордимся, что именно в этот день у нас создана организация, то есть для детей это очень важно, и они гордятся, что именно 6 июля день рождения организации, а не в какой-либо другой день. Мне кажется, другой кто-нибудь сидел бы и начал бы скрывать эту информацию, а вы, да, действительно, специально, ко Дню столицы. Ну, как есть. Вы поддерживаете утверждение, кому принадлежит молодежь, тому принадлежит будущее. Да. Как их сейчас воспитаешь, завтра и результат будет. Как сейчас Жасулан их воспитает? Да. То завтра и получит. Да. И в дальнейшем у нас, наверное, появится совсем новое поколение, чистое, искреннее, и мы верим в это. Хотите, чтобы каждый ребенок в Казахстане был Жасулановцем? Да. И мы не говорим детям «говори только правду», или мы не говорим детям «не лги никогда». Просто своими поступками, своими действиями мы, наверное, учим детей. Своими поступками, да? Да. А вот это показалось, что вы здесь сами немножко не всегда говорили правду, да? Ну, я утверждаю, что как бы на все вопросы отвечала так, как есть. Да, понятно. Ну, где-то, где-то, возможно, были такие воспоминания, что, наверное, может быть, отразилось. Нет, не страшно, врут все, взрослые, с детьми по-другому. Отвечая на вопросы теста, вы волновались? Да. Вы хотели бы прекратить тестирование? Нет. В процессе тестирования появились темы, которые вы хотели бы утаить от зрителей? Да. В своей профессиональной жизни вы всегда довольны своей работой? Нет. Хотя бы раз в жизни у вас была мысль изменить свою деятельность? Да. Вы считаете, что заслуживаете лучшей жизни, чем имеете? Нет. Отвечая на вопросы теста, вы хотя бы раз солгали? Нет. Хотел бы, Татьяна, попросить немножко прокомментировать именно по результатам детектора, что показал, когда вы отвечали на вопросы. Результат детектора показал, во-первых, очень сильное волнение на протяжении всей работы. Да, это я заметил. Очень сильно. Причем процент волнения не уменьшался, не увеличился. Как начался 86% из 100, так и закончилось. Те вопросы, которые были значимы, и загорался свет у нас, или все-таки вы очень оптимистичный человек, и вы веете в лучшее, и не хотите признавать ту реальность, которая у вас там внутри, и говорит, что может быть... Не говорят об этом. Это не совсем так. Можно ли сказать, что наша гостья была сегодня правдивая, я как раз имел в виду реакции, которые были часто, или все-таки больше немножко где-то лукавило? Мне очень сложно сказать, Саша, вот если честно тебе скажу. Знаешь, почему сложно? Мне сложно сказать нашей перелестной гости, что она больше лукавила. Я верю, что в любом случае можно изменить ситуацию, можно изменить мир. И то, что если не мы, то кто это сделает? Ну да, я признаю то, что, наверное, это зафиксировали. Может быть, это на самом деле так, потому что действительно многие мне об этом говорят. И говорят, что там, не знаю, летаешь где-то в облаках, построила себе какой-то мир, какой-то, не знаю, какой-то шарик, и ты там живешь и веришь в эту идею. Но на самом деле я верю в эту идею. И я занимаюсь этим не просто из-за того, что для меня это может быть карьерный рост или еще что-то, а на самом деле я этим занимаюсь, чтобы мои дети в будущем росли именно в такой чистой атмосфере, в чистом обществе. То есть у вас в своих детях тоже думаете? Конечно, о будущих детях. Через несколько лет я не хочу, чтобы у меня были какие-то сожаления, то, что надо было тогда сделать так. Почему я это тогда не сделала, когда это было у меня в руках? Поэтому я по максимуму стараюсь, чтобы все это делать правильно, чтобы на самом деле был какой-то результат. Чтобы потом, через несколько лет, мне же жить и моим же детям, и моим внукам, правнукам жить в этом обществе. И чтобы это общество было чистым, искренним. Мне кажется, вот полиграфолог не дается соврать, у меня такая мысль возникла, что дети на вас тоже очень сильно влияют. Вы на очень многие вопросы отвечали сами, как ребенок. Да, слушай, я так хотела бы там сказать. Будучи, не знаю, полчаса, наверное, в атмосфере таких сотрудников, берешь, наверное, другую энергетику. А с детьми все намного проще. И с ними не надо притворяться, не надо обманывать детей. Ну, такой традиционный последний вопрос. Не страшно вам было прийти сюда, сесть, подключить к себе все эти датчики, чтобы вас Татьяна, полиграфолог, протестировала? До момента, пока я села сюда, мне было как-то... Ну, пригласили на программу, ну да, как бы, как обычно, да. И как-то вопросы просмотрела вчера, и все, как бы, и дальше другими делами. А вот когда уже села, у меня было такое, может быть, волнение, а какой же следующий вопрос? Хоть бы его не прослушать, или еще что-то такое было. Ну, опыт для лично вас, да, как? Да, для меня это понравился формат, то, что необычно, не как, наверное, другие программы, вообще сам стиль, здесь дети в этом пресле. Многие боятся, очень многие боятся, на самом деле, приходите сюда. Да, да, Жасулан возглавляет очень отважная женщина, девушка. Ну, может быть, отчасти. Девочка отчасти, судя по ответам, можно и так сказать. Это сказочная фея для деток. Это тоже означает, что нельзя вот так, как бы, скованно и быть чисто, как бы, каким-то правильным человеком, а просто, как бы, быть открытым, искренним. Дети всегда это чувствуют, и их вообще невозможно обмануть. Спасибо большое, Назараш, что нашли время, что пришли к нам в студию, да. Ну, и детям привет передавайте. Вам большое спасибо, что пригласили, для меня это честь. Спасибо еще. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!